Когда будем проходить, как писать посты и как их продвигать? Как продвигать это будет? В основной части, как писать посты, это будет третий урок курса клиента VivaSan из интернета. Я написал урок, как оформить страничку, и теперь следующий урок будет именно как технически размещать эти посты. И как делать первую активность, это тоже можно назвать в продвижении. Оплатное продвижение будет рассказано значительно позже. Так, какие у нас еще вопросы? Потому что сейчас пойдет такая информация, которую можно назвать именно обучением. Мне бы очень хотелось это до вас донести, потому что, еще раз повторюсь, вокруг темы автоматизации, автоматизированного привлечения клиентов, очень много разных злоупотреблений. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вы расстраивались и теряли свои деньги. Коллеги, смотрите, какая ситуация сейчас происходит. Какая основная боль сетевиков? Вот напишите в чате, что больше всего хотят сетевики. Ну вот, например, вы же у нас все сетевики. Что вы больше всего хотите научиться делать? Вокруг чего идут самые такие спекуляции? Потому что, к сожалению, именно на сетевиках очень многие люди в интернете зарабатывают деньги. То есть не только сами сетевики зарабатывают, а вокруг всей этой индустрии уже выстраивается такая вторая индустрия. Привлекать клиентов, да, то есть клиентов в структуру, да, регистрировать больше и так далее. То есть все хотят вот научиться это делать. Причем почему-то все хотят делать это как-то просто и ничего не делая. Без звонков, без встреч, я сижу там где-то непонятно где, а за меня кто-то чего-то делает. Да, эти системы автоматизированного привлечения, они есть, они работают. Это то, что мне больше всего нравится, что я всегда реализовывал в проектах, в которых я работал. Но нужно четко понимать, что это такое. То есть нужно четко понимать, что система автоматизированного привлечения – это инструмент. И сама она по себе ничего не делает. То есть этим инструментом нужно уметь пользоваться. Ну, говоря проще, лежит у вас дома молоток, вам нужно забить гвозди. Вы гвозди забивать не умеете. Вот какой бы у вас там молоток крутой бы не был, вы все равно этот гвоздь не забьете. Потому что вы не умеете делать эту операцию. Человек, который умеет забивать гвозди, если у него молоток есть, он просто сделает это быстрее. Но если у него нет, он все равно его забьет, гантелью, еще чем-нибудь зафигачит, и гвоздь будет забит. Очень многие из сетевиков, они не обладают какими-то техническими навыками. И все вот эти средства автоматизации им преподносятся, как решение всех их проблем. Поверьте, коллеги, если вы получите даже все эти средства автоматизации, которые продают за 10, за 15, за 69 тысяч и так далее. То есть там цены вообще разные. Сказать, что они у вас у всех будут работать, это просто вам врать. То есть они будут работать у тех, кто понимает, что они купили и умеет ими пользоваться. То есть умеет забивать гвозди. Вот вообще задача второго и третьего тренинга, части нашего тренинга, как раз научить вас забивать гвозди. Но без технических знаний, без элементарных знаний в работе в социальных сетях, без того, что я назвал, блин, компьютерной грамотностью. Ну, понимаете, если людям сложно зарегистрироваться, там, оформить свой профиль, ну какие нафиг средства автоматизации? Давайте уж честно говорить, вы просто выкинете бабки, вы просто возьмете, так вот их выкинете, если у вас есть такое желание, дойдите, блин, до церкви, там, бабушке отдайте, вот это будет лучшее вложение денег. А почему я это говорю? Ну, потому что я это знаю и я это вижу, как это преподносится. Вот смотрите, один замечательный человек, Лен, я надеюсь, ты здесь у нас сейчас в чате, кинула мне вот такой вот ролик. Называется он очень красиво, если хотите, могу скинуть потом в чат его. Ролик называется «Сайт-рекрутер». Все вот, классно. Уверен, что любой из вас в большинстве своем, кто посмотрит этот ролик, тот захочет купить этот сайт. Вся идея этого ролика подвести вас к желанию этот сайт купить. Здесь перечисляются все боли, которые, наверное, есть у каждого сетевика и показывают, что этот сайт эти все боли закрывает. Сделано это только ради одного, чтобы та цена, которая в конце ролика называется 10 тысяч рублей, вот она для вас показалась нормальной, потому что ох, сколько проблем у нас. Но человек, который рассказывает об этом сайте, ну вот мне сложилось такое впечатление, что, во-первых, этот человек сам глубоко не в теме. Вот основная проблема сетевиков, они повторяют то, в чем они как бы не совсем глубоко разбираются и начинают утверждать это прям убежденно. Вот именно так. Смотрите, какие косяки вот в этом ролике. Кто будет смотреть, обратите внимание на эти. И там спикер, женщина, наверное, хорошая женщина, она сама, скорее всего, в это верит, что говорит, ну просто не знает. Она говорит следующее, что это мы, то есть наш проект, бизнес, успех какой-то, вот мы это придумали. Вот это вот брехня чистой воды, потому что, во-первых, ничего нового не придумать невозможно. И, во-вторых, вот даже если посмотреть на нашу платформу, вот в разделе магазин, даже сейчас вам покажу, что мы тут купили, что Ольга Васильевна купила. Вот тут есть вот такой вот сайт, который называется автособеседование. Он, блин, лежит уже на веке роста, ну года два. Поэтому, когда вот эта милая женщина утверждает, что это вот мы придумали, это наша идея, и вот у нас ее воруют, у нас ее воруют, вы какие плохие. Вы сами ее стырили, то есть вы все просто взяли ее и перезаимствовали. Поэтому, когда что-то у кого-то перезаимствуется, это все нормально. Главное, заимствовать с умом, с разумностью. Ну и еще, конечно, ужасное слово, которое он тут говорит, ну просто для меня пипец ужасное, потому что моя специализация – это трафик. Она говорит такую вещь. Сайт сам ищет клиентов. Пипец. Вот это все. Вот когда я это слышу, я понимаю, что ну все, человек вообще не совсем разбирается в том, что он говорит. Сайт нихрена, извините за мой французский, не ищет никаких клиентов. Сайт просто отсортировывает клиентов. Он просто-напросто убирает шлак. Вот это все, что делает этот сайт и ему подобное. То есть автособеседование. Вот тот негатив, который будет сыпаться на вас, кто посмотрел первый урок из основного курса, я говорил, ну повторная активность, когда вы с человеком уже как бы зацепились языком, когда уже пошло общение. Очень часто в социальных сетях вы будете общаться с людьми, которым в принципе это не надо, которые просто хотят ваше время потратить, потрепать вам нервы и так далее. И вот эти люди будут вам дофигища негатива выливать. Это как при холодных звонках. Есть вот холодная база и человек, который начинает по ней звонить, на него очень много выливается. А когда он прошелся по этой базе, он оставил людей, с которыми в принципе можно общаться, которые скажут, да, мне в принципе это интересно, расскажите мне поподробнее. Второй человек, который по этой базе звонил, ему уже с ними общаться проще. И вот основная задача этого сайта как раз это отсортировка, снять с вас негатив, чтобы дать вам клиентов, с которыми в принципе можно уже адекватно общаться на ту тему, которую вы им предлагаете. Вот что из себя представляет вот этот уникальный сайт. Это сайт квиз. Кто не знает, что такое квиз, это просто опросник. На нашем сайте, к командам, к которым вы подключились, тоже есть несколько таких же опросников. Ну потому что это хорошая методика, каким-то образом понять, ну нужно это человеку или нет. Чем в принципе длиннее, чем умнее вот этот опрос, тем лучше клиент у вас на выходе получается. Конечно, кто-то бросит, но и бог с ними. То есть эти люди просто сэкономят вам время. Вот идем по этому сайту, отвечаем на какие-то вопросы, там понимаем, кто тут ничего такого всех естественно от вас не спрашивают. Вот вся эта структура, понимаете, которая продается за 10 тысяч рублей, продается только один сайт, чтобы вы точно понимали. Реализовано вот на этом сервисе, это сервис создания квиз-сайтов, лейдингов. То есть это конструктор, с которым в принципе абсолютно несложно пользоваться. Вот на похожем конструкторе я создавал вот наш сайт команды. Сейчас таких конструкторов их очень много. Но, коллеги, вам тратить свое время на создание вот всех этих сайтов реально не нужно. Единственное, что я вас буду просить, если вы в интернете, кто начнет сейчас активно работать, встретит какой-то красивый сайт, который вас зацепил, который там чему-то призывает вас, что-то вам предлагает, вам этот сайт понравился, возьмите, скопируйте его адрес. То есть щелкните в адресную строку, скопируйте адрес и скиньте его мне. Потому что если есть шаблон, то есть какой-то образец, повторить что-то подобное, это просто не проблема. Поэтому вот этот квиз, который продается за 10 тысяч рублей, реализован вот на этом конструкторе, который стоит 670 рублей в месяц. Всю эту схему, назовем ее так, можно реализовать за день. Реализовать за день и потом просто этот сайт сдернуть с квиза, с этого конструктора. Технические вопросы вас вообще не должны интересовать. Я вам просто показываю разницу в ценах. То есть это продается за 10, а вообще-то реально это стоит, ну, например, 690 рублей, если пользоваться вот этим конструктором сайтов в месяц. То есть вы можете сделать, платить по 690 рублей, и все, у вас будет классный сайт, квиз, и вы его можете там менять хоть каждый раз. Поэтому вот те, кто об этом не знает, те ведутся вот на такие вот вещи. Но почему я это еще вам говорю? То есть, понимаете, вот подобных предложений купите там, ребята, мы вам продадим уникальную схему автоматизации под ключ. Мы за это возьмем с вас там 10-11, либо там, как господин Лицехович сейчас предлагает, как он назвал, систему 2.0, да, 69 тысяч рублей. Ребята, все. Опять же, все очень красиво преподносится, что это будет работать у всех из-за того, что люди вообще не понимают, что такое средство автоматизации. И я вам сейчас постараюсь, время у нас сколько? В принципе, время есть, но я сейчас, конечно, спрошу ваше мнение. Вам рассказать сейчас, что такое средство автоматизации, как они работают, я вам покажу два примера, чтобы у вас было понимание, что вам предлагают. Если у вас будет понимание, что вам предлагают, вы уже можете оценивать, блин, покупать мне это или не покупать. Но самое главное, вы должны четко понимать, почему какие-то средства автоматизации не работают. В чем собака заелась, понимаете, потому что можно отдать десятку, но за результат, но чаще всего результата не будет. И я могу объяснить, почему. Кто-то написал, я бы гвоздь забил. Да я знаю, что вы тут все у нас рукастые люди, специалисты, вы не только гвозди, вы там и все, что угодно забьете. Писать правильно посты и правильно продвигать. Да, об этом будем говорить. Продающие тексты я не так много, я даже в открытой части немножко скажу о продающих текстах. Но если честно сказать, я сам не писатель. Вот по продающим текстам, как продавать, как общаться. Вот почему, например, первый урок, задание по первому уроку проверяет Ольга Васильевна. Ну потому что у нее в этом, блин, круче опыт, понимаете. То есть она, послушайте, как она говорит и что она пишет. Ну, это эксперт. У таких людей надо учиться. Я не очень люблю писать, честно говоря. Мне проще, блин, заспамить нахрен все, извините за выражение. И всех этих людей перевести на какую-то хорошую страничку закладок. Они придут, подпишутся и дальше пошло по цепочке. Ну, вот это моя схема работы. Но это схема не экспертов. Вы все, вам всем нужно, желательно, становиться экспертами. Но, опять же, я об этом говорил, уже уроки почитайте. И, конечно, писать продающие тексты уметь надо. Я вам дам структуру, у вас будет структура, вы будете видеть структуру и что я пишу. Ага, значит, не подходит. Значит, вот здесь я сделал ошибку. Если текст в вашем объявлении не продает, тогда смысл того, что вы делаете, вообще ноль. И ни к чему не подвигает. А, да, хотим, чтобы наши клиенты проходили сами. Да, это мы сделаем. Вот, кстати, все, кто дойдет до второго этапа, то, что Ольга Васильевна приобрела, вот эту всю систему, о которой, кстати, я сегодня вам буду рассказывать, вы все ее получите. Но, кто дойдет и кто там выполнит, скорее всего, какие-то условия по квалификации. Ну, наверное, по личному обороту. Так, значит, тут народ пишет рассказать. Окей, давайте я вам не то что расскажу, я вам даже покажу. Я тут даже немножко подготовился. Итак, вот это перед вами классическая схема. Почему я назвал классическая, я сейчас объясню. Классическая схема автоматизированного привлечения людей куда-то. Значит, из чего она состоит? Она состоит из того, что я назвал литмагнит. Можно назвать, как хотите, можно назвать заманчивое предложение. Это заманчивое предложение реализовано, может быть, опять же, сейчас абсолютно по-разному. Это может быть ваша страничка в социальной сети. Это может быть ваша страничка группы или пабликов в социальной сети. Но чаще всего это либо какой-то рекламный пост. Вот тут спросили, как нам продвигать посты. Ну, то есть, чаще всего они продвигаются через платную рекламу. И вот вы написали какой-то красивый пост, это и есть ваш литмагнит. Но в классической схеме, потому что эта схема родилась еще до того, как все эти социальные сети там появились и родились. В классической схеме, вот в качестве вот такого литмагнита, то есть, куда вы привлекаете людей, где делается какое-то понятное предложение, является сайт, одностраничный сайт. Поэтому, почему я вас попросил, ребята, увидите какие-то классные прям литмагниты, то есть, какие-то одностраничники, которые вас там привлекли, «А, все, куплю, вот я уже побежал деньги занимать». Ссылку скиньте, я вам сделаю такой же. Если вы сейчас посмотрите в свой кабинет в Век Роста, тут в разделе «Инструменты» есть лейдинги, сайты визитки, и вообще есть еще отдельный раздел «Сайты». И вы в разделе «Спонсоров» будете видеть те сайты, которые мы для вас сделали. Вот сделаем их значительно лучше, то, что вот сейчас есть у Век Роста, но у Век Роста их очень много. Вот это все одностраничные уже готовые сайты, на которых вы можете выкладывать вот свое какое-то, блин, предложение. Вот я вас озолочу, либо вас там подниму на мне за два дня, там без ничего, ну, как вот сейчас чаще всего и предлагается. То есть, уже этих литмагнитов, готовых образцов, их тут уже как грязи, понимаете, и все это для вас абсолютно бесплатно, потому что все это уже куплено, либо сделано для вас и так далее. Причем, опять же, куплен их там, мега-мега крутейший сайт, который, как говорит создатель Века Роста, делал «Конверт Монстр», это ребята, у которых пипец какие цены, но они делают очень реально круто, реально профессионально. И этот сайт, который мы купили с Ольгой Васильевной, он именно сделал этой компанией. Вот литмагнит, то есть, куда вы привлекаете людей, где люди получают что-то от вас, либо бесплатно, либо за какие-то, ну, там, очень смешные деньги, потому что с этого начинается вся цепочка продукции. Вот они у вас получают какую-то бесплатность, за что? То есть, всегда есть такой, так называемый, энергообмен. Ну, не так называемый, а энергообмен. То есть, ничего не надо делать за просто так. Даже если вы деньгами не берете, значит, пусть человек вам сделает какую-то услугу. И вот услуга на литмагните, это чаще всего, ребят, оставьте свои контактные данные, мы с вами свяжемся, мы вам что-то отправим. И вот классическая схема, что она отправляла? Она отправляла письма. С помощью сервиса, который подключался к страничке литмагнита, пошла отправка писем. Я вам сейчас покажу сервис, которым мы пользуемся. Это реально очень хороший сервис. Это сервис Сэм Плюс. Они работают не только с рассылками, они работают и с пуш-уведомлениями, они работают и с чат-ботами. Поэтому вот я его и выбрал. Потому что ребята очень добросовестные, у них вообще своя система обучения. Ну, классно и долго ребята работают. Плюс они профессионалы. Вот этот сервис можно подключить к любому созданному вами, либо взятому готовому на том же самом веке роста одностраничному сайту. Причем эти письма можно, конечно, делать самому. Ну, а вот если вы посмотрите, вот чем мне еще нравится этот сервис, у них есть готовые цепочки писем. Щелкаю, хочу взять готовую цепочку. Мне тут показывают, какие цепочки писем есть, уже готовые, разработанные профессионалами цепочки. Ну, например, чтобы нам подошло бы, давайте вот. Ну, например, вот регистрация на семинар. То есть вы кого-то будете приглашать на свою консультацию. То есть идея всей этой цепочки, чтобы человек пришел к вам на консультацию, записался. Вот посмотрите, как эта цепочка выглядит. Видите? То есть сейчас эту цепочку можно делать вот такой разветвленной. Я сейчас даже об этом расскажу очень часто. В оригинале она была такая прямая, как у меня показано на презентации. То есть в оригинале было вот так. Одно письмо, второе письмо, третье письмо и так далее. И человек либо доходил до последнего письма, и там уже выкатывалось окончательное предложение, либо где-то вот в середине прерыва. Это классическая схема, которая состоит из двух частей. Это одностраничный сайт и какой-то сервис, который эти письма высылает. Ценовая характеристика вот этого всего. Смотрите, значит, одностраничник на Викроста для вас уже готовый. Либо можете взять их, либо подождите, мы сделаем какой-то свой под тематику именно Виваса, под брендируем. Причем у вас у всех будет у него своя ссылка. Вот точно так же, как у вас ссылка на регистрацию, теперь у всех своя. Точно так же вы будете, каждый имеет ссылку на сайт. Он вроде бы у всех будет одинаковый, кроме вот вашей персонализации. Но ссылка у вас будет своя, уникальная. Это все для вас 0 рублей, то есть вложение 0 рублей. Дальше сервис. Сервис Сен Плюс, почему я вам еще его показал, у него есть бесплатный тариф. То есть если вы только начинаете, у вас еще не так много людей, которые попали на ваш Литмагнит, которые подписались на вашу рассылку, то есть стали вашими подписчиками. Вообще вся идея сетевого бизнеса на чем держится. На списке клиентов. Вот этот список клиентов, он формируется этим сервисом Сен Плюс. То есть вы собираете своих подписчиков. Это те люди, которые заинтересовались вашим предложением. И вы деньги не на ветер кидаете, вы хотя бы их вкладываете в создание своей подписной базы. Это самое важное, как и в нашем бизнесе, точно так же вот в этой схеме работы. Создается база подписчиков. И этот сервис Сен Плюс, он имеет бесплатный тариф. То есть до 500 подписчиков вы вообще 0 рублей платите. Ну вообще классно, понимаете. Осталось только все это собрать и настроить. Как это собрать, как это настроить, как это сделать лучше. И сам сервис поможет, и мы поможем. Сама платформа Викроста нам чем-то поможет. Все, что от вас потребуется, это ваше знание и ваше желание это сделать. Но сейчас очень часто слышим, что вот эта схема не работает. Вот эта вот хрень, вообще все, поставьте крест, это не работает и так далее. Кто это говорит и почему это говорят? Коллеги, если что-то не работает, это не значит, что не работает схема. То есть внимательно, блин, посмотрите на свои золотые руки. То есть если у вас что-то не получается, это не значит, что это не работает. Это значит, что у вас что-то не получается, вы с чем-то не разобрались в большинстве случаев в этой схеме которая жила живет и еще будет жить ее просто будут немного адаптировать от себя есть конечно нюансы реализации как и любая схема она работает только в одном случае когда все этапы этой схемы работают без сбоя сбой на каком-то этапе все вы не получаете клиент на выход то есть никто не дойдет до конца вашей цепочки и вот какие тут есть субъективные объективные критерии из-за чего эта схема может давать сбой значит первые субъективные критерии начнем с первого след магнита то есть человек перешел на ваш этот замечательный одностраничный сайт вы не знаете как его делать но самое главное вы не знаете что написать чтобы человека зацепило а это происходит потому что вы не знаете про свою целевую аудиторию что они хотят там по сейчас конечно литмагнит и как укрепить домашних условиях иммунитет они там очень хорошо работают и кто-то этим прям пользуется но это чем говорит что люди бьют точно по тем болям которые сейчас у многих и если вы знаете на что нужно надавить вашей целевой аудитории ваш лист магнит будет рабочим человек зайдет на него и хотя бы почитать что вы там будете написано что вы там напишите а если он зашел и закрыл все значит чем проблема в том что вы не смогли сделать хорошее предложение на самом первом этапе кто в этом виноват схема нет схема тут ни при чем это вы не понимаете что хочет ваша аудитория что им нужно написать вот там был вопрос продающие текст если вы текста писать не умеете не знаете их структуру написали какой-то непонятный бред человек прочитал и вообще не понял чет него хотят что он тут блин предлагает к вам вообще папа он просто закрыл крестик и ушел дальше все схема не работает причем тут схема второй субъективный нюанс вот та бесплатность или там нет или тот недорогой продукт который человек получил за подписку он почитал что у вас там написано вид магните у него там у там еще что-то придет такое вот классное а его ожидания не сбылись и что это значит человек просто разочаровался он разочаровался в вас вот то предложение которое вы ему дали она вообще вновь слилось вы ему обещали какую-то пошаговую простую схему как укрепить иммунитет а пришел какой-то документ в pdf формате да где две страницы из трех это реклама автора и какая-то полстранички текста как там возьми соль там про мой рот и блин все вот решил человек все это прочитал думает блин но опять меня в интернете кинули кто в этом виноват схема виновата тут схема вообще ни причем это мы когда писали эту книгу вообще думали о себе а нужно думать о тех людях которые эту книгу скачают мать вот кстати на нашем официальном сайте те кто нажмет получить каталог продукции вот вам придет то что вам обещали придет каталог продукции виваса сейчас еще приходит старый вариант но сделаю новый вариант который сейчас на складе у нас есть забрендирую его и пожалуйста если пользуетесь электронными вариантами планшета листайте вы получите каталог продукции виваса на электронном виде на свою почту что обещали принципе почти то и получили поэтому пожалуйста отнеситесь к созданию своего литмагнита качественно обещаете помочь человеку с укреплением иммунитета вы все но многие специалисты в ароматерапии создайте какую-нибудь композицию напишите что нужно сделать как применять какими там маслами какой пропорции как пользоваться куда капать куда не капать где тереть не тереть то есть должна быть конкретная полезность лучи в которой человек почитал и понял что его не обмануть вот если на этом шаге вы уже все хорошо дальше пошли ваши письма и вот тут конечно что чаще всего бывает чаще всего бывает что люди чаще всего начинают в первом письме что-то продавать и люди понимают что понятно вот он откидал его то вот зачем меня там дали эту бесплатно что мне что-то продать наверное все вы знаете но в те кто уже построил структуры прекрасно это понимает что продажа с первого касания но никогда не делается из нужно во первых завоевать доверие человека чтобы вам начинал верить показать свою сперта с чем вы можете помочь а потом уже человек сам захочет воспользоваться вашими услугами он сам у вас о чем-то будет спрашивать либо можно его как-то правильно подвести к тому что вот обращайтесь ко мне я помогу опять же все это можно сделать если вы понимаете свою целевую аудиторию если вы умеете писать и если нам даже не умеете писать вы обратились человеку который умеет эти письма писать вот плюс вот на сервисе который вам показывал там уже шаблоны этих писем они красиво оформлены нужно просто в них ставить тексты и сервис начнет по цепочке не ваши письма правы это понятно давайте сейчас войду гляну что вы тут пишите так лет магнит можно создавать по разной тематике для до копирать копирайтинг и продающие тексты разные вещи но любой копирайтер может создать продающий текст этой специализации копирайтинг это просто взять и написать что-то правильно причем чаще всего собрано из кусков по поводу что при памятах можно создавать много если у вас колоссальные возможности по трафику по привлечению к трафику до создавать чаще всего лет магнит создается когда их создает много для того чтобы проверить что будет работать лучше куда люди будет на что будут лучше реагировать это называется абэ тестирование но иметь много одностраничных сайтов на которых вы будете людей которые дальше по цепочке проводят это очень но по трафику по деньгам не очень всегда выгодно надо пропустить через себя да конечно пропустите мне сейчас хотя бы у вас ввести в курс дела как это принципе работа вот это такие субъективные ошибки которые легко исправляются вы можете всегда исправить это магнит правильно написали можно сделать несколько и посмотреть что работает лучше или хуже и если люди не закрывает ваш сайт а есть такое понятие статистика вот зачем например эту ссылку реферальную сокращал чтобы я хотел посмотреть какое количество у меня переходов и сколько у меня регистрации вот такая простая статистика здесь точно также вы будете видеть как какое количество людей заходит на ваш сайт и какое количество людей подписывается это называется конверсия если у вас конверсия там 100 человек зашло и два человека подписалась ну блин ребят значит у вас какие-то реальные проблемы с вашим сайтом то есть и либо с тем предложением которые вы на нем доносите нужно менять сайт люди подписались получили первое письмо и сразу вас по значит либо проблемы с вашей вашей бесплатностью которого вы от людей получили то есть никто даже не стал дальше читать либо какая-то проблема вот с этим первым письмом то есть вы не смогли завоевать доверие все это исправляется опять же если вы открываете смотрите статистику чем хороша статистика чем хороша автоматизированная система потому что здесь всегда можно видеть статистику кто чего и сколько если бы я вам сейчас открыл рекламный кабинет seo-pulse вы бы эту статистику увидели там отдельный раздел сколько отправлено сколько открыто сколько кликнули тогда без этого никак иначе вы не будете видеть где у вас эта цепочка ломается но вот эти вот субъективные проблемы они легко решаются но есть объективные проблемы почему говорят что это классическая схема не работает потому что как минимум две есть объективных проблем первая объективная проблема вот видите вот эти вот три стрелочки которые тут нарисовал слева это люди которые заходят вот на ваш этот одностраничный сайт который захватывает их внимание эти люди они не падают с неба эти люди не будут найдены этим литмагнитом он просто вот молоток лежащий у вас в столе нужно чтобы кто-то этот молоток взял или кто-то прочитал ваше объявление если никто это не читает то какие бы вот эти предложения классные не делали никакой автоматизации вас не будет то есть никого у вас будет проводить по этим письмам и так далее поэтому большинство людей которые покупают уже как говорят готовую настроенную схему под ключ она у них не работает почему потому что у них нет трафика то есть никто не заходит на ваш литмагнит у вас нет раскрученных ресурсов ваша там страничка том же самом контакте там посещается тремя человеками за день да это вы и ваша мама и там кто-то еще из ваших знакомых еще у вас нет youtube канала который просматриваются люди читают комментарии там переходят со ссылок ваших видео куда-то да это то что можно сделать как бы бесплатно то есть потратив на это время но чаще всего люди которые попадают вот на этот литмагнит это люди приходящие с платной рекламы вот с платной рекламы только люди сюда приходят в основном вся эта автоматизация начинает активно работать когда суда как говорят начинает активно лить трафик люди туда массово заходят а это можно сделать легко и просто кавычках только через платную рекламу еще можно реализовать каким способом да можно использовать какие-то средства автоматизации то есть программа рассылок чего куда угодно со ссылкой на ваш сайт но вот например когда мы начинали например вконтакте аккаунт можно было купить за рубль двадцать на два рубля для работы требовалось там четыреста пятьсот аккаунтов которые я заряжал программу они например раскидывали ссылку на мой литмагнит и потом люди пошли эти аккаунты убивали ну четыреста аккаунтов по 2 рубля сколько 800 рублей но прокси тогда стоили там тысячу рублей ну то есть не вся вот эта вот рекламная компания обходилась в 2000 рублей но я получал хороший трафик на мой сайт и все было зашибись да но сейчас например аккаунт вконтакте рублей 40 50 стоит некоторые там по 70 продают мне нужно из 400 вот умножьте 40 на 400 уже получается какая-то интересная сумма до плюс еще прокси тоже две 3000 плюс еще нужна программа который все это раскидывает если у вас нет не вечная лицензия то есть вы за нее платить еще из получается какая-то очень интересная сумма а вас еще технических знаний нет как пользоваться этой программы вот и вы все это купили и нифига не получили потому что но не умеете в этим пользоваться поэтому народу говорят оба и средства автоматизации не работают я пойду в платную рекламу вот сейчас проблема в чем проблема в том что трафик который вот заходит на этот сайт он стал очень дорогим реально очень дорогим почему потому что все извините заражение криворукие решили что они стали таргетологами то есть людьми которые умеют создавать рекламу социальных сетях либо директологами то есть людьми которые умеют создавать рекламу в яндекс но в поисковых системах и что получилось количество рекламных объявлений возросло почему возросло в разы если есть много предложений цена увеличивается то есть тот же самый facebook он же по цену раскидывает стоимость рекламы то есть в ниши дофига предложений значит у вас будет самая дорогая реклама период вот и что получается у нас получается реально дорогой трафик то есть мы тратим много денег на платную рекламу чтобы привлечь людей налить могли а если у вас еще вот эти вот три проблемы которые я вам уже озвучил кривой одностраничник плохой сам самого это предложение которое люди скачивают письма кривые то вы сюда вбухиваете бабки в трафик платную рекламу а на выходе нифига не получается и опять люди что говорят средства не работают но опять же не тут не система не работает эта проблема уже несколько в другом и конечно дорогой трафик это то что просто решить не получится здесь нужно искать различные другие источники трафика то есть не зацикливаться на чем-то одном вот сейчас народ весь зациклился на инстаграм почему потому что все кричат что там дешевая реклама реклама инстаграм дается через фейсбук и она пока еще не очень дорога но сейчас она цена рекламы который на данный момент фейсбуке она уже совершенно не то что было например там год назад даже полгода назад почему потому что рекламных приложений дофига и сейчас вы точно должны понимать все эти предложения по заработку по продвижению и мы компаний они банятся то есть вы какое-то время можете подавать эту рекламу потом просто ваш рекламный кабинет возьмут и головку ему открутить за несоблюдение правил рекламных компаний поэтому нужно искать дешевые источники трафика искать их всегда вот кто считает что инстаграм сейчас решение всех проблем потому что там самая дешевая реклама вы глубоко соблуждаетесь потому что сейчас самая дешевая реклама это в тиктоке потому что это социальная сеть начинает часто активно раскручиваться там еще никто нифига не понимает как там рекламироваться и там принципе можно получить трафик вот этих людей на ваш сайт вообще за смешные деньги но опять же это все временное явление но прыгать с одного из другого но не стоит то есть лучше конечно что там свое такое найти хорошее не специализироваться и искать конечно постепенно какие-то дополнительные источники трафика так значит трафик это объективная проблема из-за чего вот эти вот средства автоматизации дорогой трафик они уже не очень активно работают а в классической схеме есть еще одна проблема потому что это все реализовано с помощью почты с помощью писем ну я сейчас вашего чата не вижу но если я спрашиваю ребят напишите мне кто в течение дня там по три по четыре раза открывают свою почту я думаю что таких людей будет немного и опять же если еще спрошу в каком состоянии ваша почта то большинство честно напишет это практически мусорка из каких-то навала каких-то писем и увидеть там письмо которое вы сейчас только что получили бывает очень сложно вы просто не прочитать еще там спам ушло то все поэтому почему эта схема может не работать потому что человек просто тупо не увидит полученное письмо либо он его забудет либо может первое письмо он увидит потому что она быстро пришло а он только подписался сразу свой ящик открыл и вот увидел это письмо а про второе третье ли там дальше он вообще про них забудет потому что ты так куча дел в голове и все и все цепочка оборвалась даже не за того что там что-то плохо написать из-за того что человек забыл засуетился и тогда вот это вот уже реально объективная вещь потому что открываемость писем она всегда была не очень высокая а сейчас она стала еще меньше и из-за этого конечно классические схемы они работают не очень хорошо из-за того что люди просто не открывают почту так часто как например личные сообщения и вот это да это объективная причина но говорить о том что вот эта схема не работает с помощью почтовой рассылки это неправильно причем это на данный момент конечно одна из самых дешевых схем автоматизированного привлечения потому что еще раз повторюсь например вот эту цепочку писем можно реализовать за 0 рублей вот реально самое поэтому что сейчас рулет как эта схема видоизменилась она немножко видоизменился с подчеркиваю она немного видоизменилась идея осталась следующим смотрите сейчас тот же самый литмагнит опять же может быть что угодно рекламные объявления но не буду повторяться но с этого литмагнита люди попадают не в серию писем а в серию сообщений с чат-ботом значит не надо думать что чат-боты только в контакте или там только фейсбуке вообще чат-бот это общение с человеком с помощью программы то есть не вы ничего не живым человеком общаетесь вы общаетесь с умной программой вот кто-то считает что для того чтобы сделать чат-бот в контакте нужно обязательно бизнес-страницу до обязательно если вы хотите пользоваться стандартными средствами которые вам предлагает когда но если у вас только личный профиль вы тоже можете с него общаться для этого вам нужна программа вот влад петров человек который добавил на счет вот мы с ним как раз этим и занимаемся то есть можно с личного профиля общаться с человеком вот весь этот негатив вот эти пошел ты да нафиг мне все это будет слушать не вы а все это будет слушать программа и типа ржать на человека до тратить свое время то есть можно прописать вот такие интересные диалоги и 1 и 1 негатив убрать с помощью с помощью программ да конечно если вы начинаете пользоваться бизнес-инструментами в социальных сетях паблики там уже подключаются стандартные средства фейсбуке это мани-чат куда этого нужно иметь группу в контакте там куча предложений там сэндлер началось все с гамайона сейчас рулит сэндлер потому что бесплатный гамайон тоже начинался с бесплатности но поверьте мне сэндлера тоже скоро станет полностью платно но чудес не бывает это стандартная схема развития всего вот ну и конечно чат-боты они очень хорошо работают с мессенджерами то есть принципе вот вся эта идея чат-ботов в первую очередь пошла из телеграм там как только он родился у них сразу были эти боты сразу можно было общаться с ботами в телеграм сейчас их прописали и для вайбера и для ватсапа мы практически для любого мессенджера можно написать опять же как я вам показывал конструкторы сайтов есть конструкторы чат-ботов причем есть конструкторы такие многоплатформенные есть там можно сесть и прописать этот диалог опять же чем хорош чат-бот здесь можно вот составить такую ветвление диалог то есть зависимости от того что ответил человек диалог пошел по своей линии я пытался образить хотя сейчас что-то подобное при голове можно сделать их письмах вот я вам показывал шаблоны с энд плюс там как раз эти письма тоже в таком ветвлении можно делать человек нажал на ссылку в письме значит да ему пошла уже другая рассылка но в чат-боте это сделать удобнее проще и опять же какой плюс у чат-ботов есть такое понятие как покупка или состояние потока вот я сейчас хочу получить эту информацию не хочу там получать на почту через 20 минут я сейчас хочу что-то узнать и чат-бот всегда готов вам отвечать вы как человек можете не успевать что-то отвечать а чат-бот всегда готов и сообщение приходит сразу приходит в личку то есть то что очень хорошо открывается в личку в мессенджеры личку в социальные сети если мы говорим о вконтакте либо какое-то приложение если мы говорим о чат-боте для фейсбука то есть все вы сразу начинаете с кем-то общаться конечно сейчас большинство народа понимает что они общаются с ботом но поверьте мне очень часто особенно когда идет общение с уладом там под просто вот вот выпадаем когда читаешь историю общений с чат-бота с личной странички фк все считают что они общаются человеком принципе это все можно реализовать и реализовать для как для чего для какой цели для того чтобы убрать первых ненужных вам людей то есть не надо думать что чат-бот решит все ваши вопросы ради бога не думайте он просто вам негатив уберет и это все относительно несложно сделать но чат-бот довольно сложно настраиваемая вещь особенно не для профессионалов вот честно говорю тоже нужно посидеть поковырять поэтому чтобы там не говорили конструкторы которые говорят там за пять минут там без знаний программирования но тут есть какой-то лукавство и самое сложное вот за что я благодарен лена лен спасибо риск а это прописать вот эту вот схему о чем с людьми говорить в этом чат-боте то есть в нашем первом уроке основном курсе я что просил то есть не подумайте что это было сделано просто так напишите пожалуйста как вы общаетесь человек для меня это лично для меня очень важно потому что вставлять эти схемы чат-боты но проще когда мы есть поэтому когда у вас есть понимание как вы общаетесь с человеком все вот это запрограммировать проскидать по этим цепочкам это вообще несложно теперь все чат-боты они привязаны к чему-то ну например к социальной сети конкретно если вы и не пользуетесь но все значит кирдык нет у вас там по какой-то причины мессенджера фейсбуке все от общались там нет у вас ватсап то есть не можете общаться с ватсап ботом и так далее и вот этот сайт который он показал в самом начале квиз у него есть один очень классный плюс это универсальный инструмент то есть на сайт может зайти любой человек пользуется он социальными сетями не пользуется если у него мессенджеры нет у них мессенджер пофигу главное чтобы человек мог подключиться к интернету и пройти по вашей ссылке все и он попадает вот в эту вашу цепочку и вот реализация вот этого сайта это самое простое вот проще блин вообще ничего не бывает проще нет если у вас есть диалог то закидать его конструктор квизов это несложно еще раз повторюсь вам это даже делать не надо то есть вам это сделают такой сайт будет мы его подключим к сайтам спонсоров в платформе квикроста и кто считает что у него есть хороший источник трафика которым будет гнать на этот сайт вот пожалуйста пользуйтесь он пригодится реально всем он однозначно пригодится экспертам для того чтобы убрать не нужно сэкономить себе время на разговор с людьми которые сами еще не знают что не хотя вот это вот больше всего трата времени социальных сетях вы общаетесь с людьми которые просто вытягивают из вас время вы его кинули он прошел по этой цепочке все молодец значит продолжаем разговор голоса этот конечно сайт очень поможет людям которые не знают еще о чем общаться с людьми то есть какую переписку вести вещи не знаю я не продукты не знаю никого приглашать не знаю все а тут вам сделали вот такой уже готовы правильно там согласованы с Ольгой Васильевной мы это сделаем Ольга Васильевна обещала сделать на опрос на продукт я естественно сделаю на бизнес но я на продукт не умею приглашать потому что я пока его еще не знаю мне это проще будет сделать вот будут два таких опросниках виза вы их можете подключать но кто дойдет до этапов второго и третьего закрытой части но тот кто уже научится более-менее нормально пользоваться интернет и пользуйтесь но прошу вас не возлагать каких-то мега надежд вот честно говорю не возлагайте между мега надежд потому что это все инструменты ну как то так так вопросы есть если вопросов нет просто напишите вопросов нет все понятно будем ждать закрытую часть нет Людмила написала крупно ясно и понятно все вопросов нет Ольга Васильевна вы что-то будете говорить ну я сама здравствуйте дорогие друзья во-первых поздравляю вас с нашей первой сотней веки роста и поверьте что это очень серьезная цифра я только одного не поняла я подтвердила заявку по моему махонина было написано было 101 потом вдруг опять стало 100 ну на 100 значит 100 и еще тут писала диана запятая с диана с и что-то дальше айфон чтобы ее подтвердили в регистрации в заявках мы вас не нашли я во всяком случае не нашла набирала дорогие друзья ну во первых я конечно сидела и примерно непримерно наверное хуже многих из вас разбираюсь вот во всем этом деле я имею ввиду технические какие-то вещи и думаю так надо бы еще посмотреть его распять для того чтобы останавливаться и слушать каждую вот эту фразу что к чему чтобы я сейчас хотела от Игоря услышать да для себя например не знаю не знаю как это получится у меня вот но я хотела бы услышать четкий конкретный алгоритм то есть сегодня Игорь очень внятно вам рассказал всем нам рассказал что делать не нужно и первое чтобы мы понимали что во первых не нужно торопиться нам кажется что очень много этих роликов уроков которые но я либо знаю либо приблизительно знаю либо я пробовала у меня не получалось и все в этом духе но поверьте что и только пройдя четкий алгоритм можно понимать нужно мне это или не нужно первое и второе мы все время забываем что все это ради того чтобы могли обучаться наши дистрибьюторы и я в письме вам написала прочтите его пожалуйста это по поводу дуплицирования единственный единственный базовый принцип сетевого бизнеса это дуплицирование все другого принципа нет для того чтобы было дуплицирование нужно обучение то есть передача информации ну и так далее для того чтобы было обучение здесь нужно как-то ухватить тех людей которые появились или кто-то прослушал и нам это кажется вообще нереальным так вот это наша платформа она как раз и сделана ради того чтобы можно было дуплицировать то есть передавать эту информацию и вот это предварительную работу про которую сказал игорь это как привлекать людей которые должны нас дуплицировать то есть дуплицирование это уже инструмент который должен работать в сетевом но для того чтобы нас дуплицировали надо сначала найти кто будет дуплицировать и вот сегодня как раз разговор был о магнитах вы знаете если взять картинку игоря который показывал и долго она висела это очень правильно то есть лид магнит и дальше письма или заметки смотрите что можно заменить то есть лид магнит это я и продукт по сути как мы работали в старом сетевом бизнесе я и продукт то есть лид магнит это то как я себя представляю да или представляю свое предложение и дальше все те же самые встречи иначе говоря мы все это делали мы все это умеем делать я обращаюсь к тем людям которые давно на бизнесе и сейчас ничего вот такого вот нового практически в смысле общения нет единственное что раньше мы звонили по телефону просто тупо или встречались на улице и так далее и так далее сейчас этого будет все меньше и меньше даже не потому что это карантина и вообще мы знали что это карантина люди стали ходить плохо поэтому вот сейчас нам важно овладеть всеми абсолютно инструментом к чему хочу призвать вот еще раз просто что нет там лишних запятых и если я я уже писала кому-то в комментариях ребят если мне это просто для общения с друзьями вот нужны какие-то инструменты ну понимаю нужны там дневники или не нужны нужны какие-то инструменты или нет ну неважно но еще раз повторяю это все для того чтобы когда я подключаю нового человека я могу ему сказать начинай с самого начала и иди строго по шагам мы это обсудим для того чтобы я это сказала я должна сама понимать что там есть делать работать на этой платформе или с этой программы это уже дело личное каждого да но я должна предложить этот инструментарий новому человек все теперь вы знаете по сейчас кто все знают что мы не работаем следующую неделю но субботу воскресенье в воронеже склад будет работать как прочим и в москве насколько я знаю да чтобы закрыть месяц чтобы значит ну какие-то такие хвостики свои закрыть возможно следите просто внимательно за новостями возможно склад не зал повторяю а именно складик у нас будет по звонкам работать в воронеже какое-то время то есть первые несколько дней мы не будем работать потом посмотрим вот сейчас это обсуждение идет можем работать или нет потому что мы как бы с одной стороны не подпадаем под это самое но под продукты или аптеки а по сути своей мы очень даже и очень полезны для людей вот сейчас как раз настало такое время когда деньги уже и сколько там денег не важно ну кроме того что нужно жить просто людям выжить надо и для меня это главная задача сейчас а скорее просто помогать людям вот я сейчас нацелена как раз на все это да и все мы конечно откликаемся на все просьбы наши поэтому сейчас идет обсуждение на уровне города вот можем ли или не можем мы работать хотя бы вот так вот выдать отдать выдать товары каким образом это можно сделать поэтому все будет хорошо надо просто не паниковать и убирать свои страхи это кстати о ситуации хотя совсем прям не хотелось об этом говорить поэтому смотрите итак наше обучение на сегодняшний день я уже игорь пишет ролики быстрее чем я умею считать я досчитала до двадцати четырех выложили еще три по моему двадцать семь но неуверенно надо еще раз пересчитать то есть двадцать семь уроков вот просто вдумайтесь да двадцать семь уроков который на которые вы можете пригласить любого человека я говорю об открытой части двадцать семь уроков на которые может человек получить пользу а польза это будет связано лично с каждым из вас потому что это вы его пригласили это это вы ему сделали допуск это вы его гуру скажем так поэтому вот эти уроки которые есть это уже колоссальный блок обучения ну очень хочу сказать что мы первые это сделали но к сожалению или к счастью к счастью я думаю что мы не первые иначе говоря игорь спасибо огромное потому что он берет очень много информации ее фильтрует анализирует выбирает самое лучшее и главный призыв который у него сегодня был как я услышала да я обратную связь даю это ради бога не покупайте все подряд тем более сейчас не тратьте деньги потому что сетевики да действительно игорь мы всегда говорим что мы вообще подарок для любого сетевика для любой компании мы услышали хорошую презентацию нам понравился мы начинаем что-то покупать вот сейчас ничего не покупайте все будет постоянно просто иметь терпение и что еще хотела вам сказать да кому нужно будет срочно товар вот срочно а вдруг склад будет закрыт свяжитесь со своим спонсором потому что планерка в понедельник у нас будет проходить на новой площадке вика вам отправил это в 11 часов как обычно но наверное в зуме если в скайпе будет достаточно но немного народу или в скайпе или также в зуме мы сделаем поэтому планерка будьте готовы если города которые здесь сейчас присутствуют до руководители городов или структуры тоже можете принять участие но нужно будет также записаться у виктории вики позвоните сделать это то есть максимально переносим все вот в это пространство но и только когда нужно будет взять товар выбрать товар что-то будем придумывать игорь а сейчас просто проговорите что приходит новенький человек вот совсем новенький сейчас я вот пригласила человечка да в каком алгоритме мне нужно ему рассказать с чего он должен да все ролики есть сейчас просто вот как бы письмо ну например ты подключаешься регистрируешься в век роста век роста следующий шаг ты открываешь урок первый урок допустим да ты делаешь домашнее задание и ну вот по этим самым это понятно люди которые уже сделали домашнее задание будут должны подключаться к закрытому курсу но ради бога не волнуйтесь вы это можете сделать тогда когда пройдете все домашние задания то есть спешки никакой и закрытая часть открывается да ну как бы для тех кто чем она хороша кто уже сделал то что можно быстро обратную связь получить от игоря ну или от меня если есть вопросы ко мне или от своего спонсора если же вы еще не успели сделать и люди только вошли это абсолютно неважно вот реклама пожалуйста вивасан бальзам альпийских тракт вперед из песни да поэтому вы спокойно делайте но вопрос должны понимать пока домашние задания не будут сделаны мы даже нет разговора у нас не откроется закрытая часть ваша и второе условие когда вы выполните это в тот месяц когда вы собираетесь переходить на закрытую часть у вас должно быть куплено пять продуктов не когда-то там в прошлом году или в январе или феврале предположим вы в апреле закончили домашнее задание в мае хотите перейти перейти на закрытую часть значит в апреле у вас должно быть куплено пять продуктов например в конце апреля вы хотите прочее вот это единственные условия для перехода в первый блок закрытой части потому что там нас мы планируем несколько блоков но и потом ребят поверьте что создавать это все очень и очень непросто поскольку мы это первый раз делаем вместе с вами потому что мы вместе создаем этот обучающий центр на основе на вашей обратной связи спасибо вам за какие-то замечания ошибки которые вы заметили пожелания там и так далее мы с вами это создаем вместе поэтому если что-то не будет получаться сразу пишите говорите какие-то ваши рекомендации или ну непонятки пишите в группу viva stars ваши вопросы ну и общайтесь а сейчас у нас вариантов кроме как общаться и тем более на просторах интернета немного игорь слушаем вас включите микрофон я